Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии. И сегодняшнее видео посвящается отчету по Project Pen декоративной косметики за 2022 год. Я начала этот проект в январе прошлого года. И вот месяц, вернее, год закончился. Месяц январь наступил. И из 63 средств, которые у меня были в Project Pen, 17 я израсходовала. 17 продуктов были пустышками. Хотела показать отчет в конце декабря месяца, но у меня некоторые продукты еще не закончились. Ну вот, теперь показываю, что закончилось. Вот, например, вот этот вот крем, он у меня все никак не заканчивался, не заканчивался. И в итоге закончился. Я свой рассказ буду сопровождать, естественно, фотографиями. И вы можете наблюдать за тем, как расходовались продукты. Итак, это очень классный крем от Max Factor, оттенок Warm Elmond, 45-й. Полностью я его израсходовала. И это самая настоящая такая моя победоносная пустышка. Следующая закончилась. Я показывала уже в предыдущих Project Pen, конечно, эти продукты. Но покажу еще раз. И дам какие-то свои рекомендации. Ну вот, закончилась такая целая плеяда серумов и праймеров от бренда Essence и Catrice. Вот он, серум-праймер от Catrice. Это именно тот, который испаряется очень быстро, поэтому я его и взяла в Project Pen. Затем тоже очень-очень быстро испарялся вот такой вот праймер от Catrice. Поэтому тоже быстро как бы закончился. И я его, ну, считаю уже, конечно, пустой баночкой. И закончился праймер от Essence. Но он не испарялся так активно, как вот предыдущий. У меня тут даже меточка сохранилась. И они все хорошие. Они все прекрасно ложатся на лицо. Делают его разглаженным каким-то таким. Подготавливают к нанесению тонального крема, корректирующих каких-то средств, пудры и так далее. Ну и закончился также вот в такой же вот бутылочке. Это уже хайлайтер от Catrice. Тоже очень-очень испаряющийся. Поэтому, если, ну, захотите покупать, вот обратите внимание на то, что это продукты, за исключением Essence, вот этого вот бутылечка, они очень летучие почему-то. Также в проект я брала еще один крем. Это крем от Bara Minerals тоже шикарный. Закончился. Мне он понравился. И вот тоже ждала. Все никак-никак-никак-никак не заканчивалась. Пудра от Vivienne Sabo оттенок 0,3. Тоже вставлю фотографию. И вот победоносное такое донышко. Продукт закончился. Я, ну, как использую продукт, использовала, вернее, и буду использовать продукты в Project Plane. Не каждый день, конечно. Мне надоедает каждый день пользоваться. Если бы каждый день я пользовалась, то у меня наверняка все 63 продукта, которые я брала в Project Plane, они бы израсходовались. Но я обычно беру либо с четверга по воскресенье, либо с пятницы по воскресенье пользуюсь продуктами от Project Plane. Или чередую. День обыкновенной косметичкой, которая у меня косметичка на месяц. И второй день это, ну, например, четный день косметичка. Нечетный день это Project Plane. Я имею в виду на неделю. Закончилась также вот такая вот сошетка от Maybelline. Это были румяна. В очень красивом, таком нежном персиковом оттенке. Ну вот, не смотрите на то, что здесь срок годности до 2015 года. Это сухой продукт, и ничего ему абсолютно не будет. Это персиковый оттенок. Здесь был 57-й пич. И очень хорошие, такие деликатные румяшки. Такие на каждый день. Также закончила я три туши. Туши у меня я рассказывала уже в предыдущих своих отчетах. Ну вот, ну никак вот не заканчивалась вот эта тушь от Pure. Ее, собственно говоря, можно и продолжать использовать. Но она уже осыпается. И, конечно, вот она, ну больше полугода я ею пользовалась. Вот видите, тут еще как бы на хвостике что-то есть. Это шикарная тушь. Она прекрасно и удлиняет реснички, и подкручивает их. В общем, делает все те вещи, которые мы ожидаем от туши. Затем закончилась тушь от Lancome Idol. А вот она она. Тоже очень хорошая тушь. Но здесь другая такая кисточка совершенно. И она такая подкручивающая. Я имею в виду силиконовая кисточка. Но мне, у меня ресницы очень хорошие от природы, поэтому у меня особых проблем нет. И последняя тушь, которая закончилась, это тушь от тоже Lancome, но серия Hypnose. Такая вот кисточка. Я бы, конечно, и полноразмерку купила, чтобы там не говорили, но туши у Lancome шикарные просто. Так, и я вообще шесть туши брала, но остальные у меня в работе сейчас. Можно как бы считать, что они у меня полупустышки. Закончились также карандаши. Такой вот огрызок от L'Oreal. Много раз говорю, что жаль, что L'Oreal вывели вот эти вот карандашики. Мне они очень нравились. Затем, как-то вот знаете, у меня тут ракурс такой не очень, но у нас тёмное время в Норвегии, я имею в виду. Ну, день очень короткий, поэтому как бы снимать не получается. А если и день, то в основном сумрачно, идёт дождь или снег. И поэтому как бы приходится вам показывать вот в таких условиях. Так, закончился также карандаш из лимитированной серии Evroche. Это такая давнишняя серия. Тут вот ещё даже чуть-чуть осталось немножечко карандаша вот этого вот. Но это вот серия, которая мне очень нравилась у Evroche. Ну, вообще мне косметика от Evroche нравится. Периодически что-то заказываю у них и не собираюсь с ними прощаться. Также закончился карандаш. Хайлайтер тут с одной стороны, а с другой стороны что-то там такое корректирующее было, я не помню уже даже. Или для бровей что-то было. По-моему, для бровей. Я даже, честно говоря, я не помню, потому что у меня одна часть карандаша много лет назад закончилась. А вот этот хайлайтер я всё как-то безуспешно пыталась закончить. И вот он у меня завис, но сейчас я его закончила. Далее. Далее закончился карандаш помада. Я, честно говоря, вот знаете, даже и не помню, что это за бренд. Потому что я брала вот этот вот карандаш. Он уже там бренда и не видно было. Вот. Ну, я его закончила. Вот он вот так вот. Красивый такой карандашик. Вот как он называется. Я, честно говоря, не помню уже, что это за бренд. Вот такой вот безымянный. Ну, не столь как бы, не суть важна. Так, затем закончился тоже давношний такой карандаш. Тоже любимый очень от Катрис. Любимый, потому что здесь оттенок под мои глаза прекрасно, шикарно подходил. Вот он чуть-чуть тут осталось. Его совсем как бы... Это я так оставила. Такой вот как бы кончик. Думаю, покажу вам. Жаль тоже, что Катрис уже не выпускает эти карандаши. Но у меня еще такой в голубом оттенке был. И последнее, что закончилось. Шестнадцатое средство. Это помада от Essence. Тоже старая, старая серия. Вот так вот она у меня выглядит. Вообще, конечно, у меня неудача в Project Pen в этом была с помадами. Потому что я понабрала помады, которые мне в повседневной жизни не очень подходят. Но я сейчас покажу вам их. И у меня как бы с ними не пошло. Поэтому закончилась одна помада. Так, один продукт я выбрасываю. Это продукт от Make Up For Ever. Это карандаш водостойкий. Он мне не подошел вообще, не нравится. Очень сильно царапает. И качество у него ужасное. Поэтому я его выбрасываю. И вам не советую покупать вообще этот бренд. Что я только не пробовала от них, не подходит. Теперь полупустышки. Полупустышек 7. Это консилер от Catrice. Так, ну, знаете, вот здесь сложно посмотреть. Вот я сейчас как-то показываю вам. Вот на начало проекта было вот так вот. И где-то вот, не знаю, видите или нет. Здесь где-то половинка его. Или может быть вот где-то вот так вот. Это оттенок Ivory. Трое Ivory. 002 оттеночек. И, ну, он такой больше подходит в холодное время года. Очень такой концентрированный. И, знаете, наверное, вот сюда поставлю. И, ну, как бы у меня не было цели закончить. Потому что вот эти вот консилеры. Вот он еще один. От Catrice. Они не испаряются, не исчезают. Поэтому я с удовольствием буду продолжать ими пользоваться. Это такой летний у меня был оттеночек. Тут тоже сложно посмотреть. Вот я поставила меточку. Это вот черная метка на начало проекта. И вот сколько его осталось. Поэтому они у меня будут продолжать вот эти полупустышки быть в моей коллекции косметики. Которой я с удовольствием пользуюсь. Полупустышкой также можно считать продукт от доктор Пьер Рико. Вот такая вот подсвечивающая. Шикарная просто пудра. Нисколько не жалею о том, что взяла ее в проект. Хорошо поизрасходовала. И, ну, в следующий проект я ее не буду брать. Пускай, как бы, она у меня будет. Хотя бы что-то от доктор Пьер Рико. Потому что в Норвегии эта косметика не продается. Также хорошо поиспользовала вот такие вот тени для бровей от Vivienne Sabo. 0,3 оттенок. Думала, вы знаете, закончится у меня. Потому что мне нравится вообще вот эта палеточка. Вообще нравятся вот эти оттенки, которые... Оттенок, который здесь был, он более коричневый. Вот этот темный. Тоже такой на холодное время года будет. Может быть, возьму в следующий проект. Чтобы все-таки, как бы, добить этот продукт. Чтобы он у меня уже был пустышкой. Так. Тоже вот хочу показать вам вот такую шайбочку от W7. Здесь было 4 продукта. Я когда взяла этот продукт в использовании, здесь у меня, по-моему, вот этот был уже израсходован. А вот эти вот два консилера я использовала. Ну, и остался... Тоже, наверное, в следующий проект возьму. Остался хайлайтер здесь. Хорошая такая шайбочка. Понравилась вот эта вот бюджетная косметика от W7. Можно вот так поставить или нет. Не буду рисковать. Сейчас все упадет здесь. Так. Дальше. Полупустышкой можно считать вот такой вот слиток золота от Наташи Деноне. Здесь два продукта. Это румяшки очень красивые и хайлайтер. Румяна. Такого очень красивого розового оттенка и хайлайтер. В принципе, хайлайтер тоже можно было использовать. Ну, вот как использовала. Я вот когда зима началась уже, осень, уже как-то не стала их особо использовать. Это посильнее нанесу. Румяшки. Вот поэтому как бы вот как израсходовались, так и израсходовались. Но это самое настоящее у меня полупустышка. Возьму ли в Project Pen в следующий? Наверное, нет. И я уже сказала, что с помадами, конечно, у меня тут возникли, ну, не то чтобы неприятности, но вот, например, зациклилась я на вот этом блеске от Faberlic. И даже думала, что он уже всё, близок к завершению. Но нет, когда я удалила, вот здесь вот был ограничитель, тут оказалось, что тут столько много продукта, что просто ужас. Вот. Это хороший такой блеск. Он не стойкий, но он красиво смотрится, очень подходит мне. Давайте вот так вот посильнее его нанесу. Так, вот он так вот смотрится. Хотела его и выбросить, но сейчас вот, думаю, допускай. В Project Pen я его брать не буду, потому что он меня достал. Он у меня долгое время жил в сумке, чуть ли не 7 месяцев, а потом мне он надоел. Но это такая полупустышка хорошая. Ну и ещё одна полупустышка, это уже, наверное, восьмая. Это вот такая палетка теней от Maybelline. Здесь, конечно, у меня результаты очень хорошие. И в сравнении с фотографией, которую я вам показываю, здесь вставляю, вы видите, что у меня появились донышки в пяти оттенках. Этих донышек не было. Кстати, новый появился оттеночек. Эти тени есть в продаже, поэтому я вам много раз говорила уже, что просто рекомендую. Рекомендую вот эту бюджетную очень палетку, с которой можно сделать самые различные макияжи. Прежде всего, дневные. Тени эти, я бы не сказала, что они очень-очень стойкие, но они очень интересные, очень такие, не капризные. Ну вот вы видите брошюрку, по которой я, вот она перед вами, по которой я делаю макияж, используя эту палетку. И, ну, с удовольствием, как бы, буду продолжать пользоваться этой палеткой. Вот. И еще раз повторю, что, ну, просто рекомендую вам всем, если у вас ее нет. Она у меня уже, вот, в следующем году, наверное, лет 10 уже будет, как живет у меня. Пользуюсь, вот, если не в Project Penny, я ей не так, чтобы и часто, но она считается у меня одной из любимец. Тем более, вот, ну, люблю сделать макияжи по каким-то схемам, и вот, особенно по вот этой вот схеме, которая вы видите. Так, сейчас я чуть-чуть сбила здесь, следующие оттенки. Это еще четверка последняя оттеней. Вот они, красавцы. Нужно, вот, если как бы накрасились этой палеткой, то нужно ее в течение дня, конечно же, обновлять, потому что тени нестойкие. Нестойкие, ну, использую в основном под карандаш, то есть базу какую-то нанесу, или коричневым, коричневым карандашом, или черным карандашом, и только после этого делаю какой-то макияж с этой палеткой. Так, следующее. А следующее, это, ну, я вот смотрю, полупустышки. Собственно говоря, это и не полупустышки. Это продукты, которые я все равно закончу. Это две помады от Revlon. Они очень яркие, может быть, поэтому я их и не использовала, потому что, сами понимаете, что в европейской стране как бы такие яркие помады использовать не очень прилично, даже я бы так сказала. Видите, какие они яркие очень. Вот он, первый оттеночек. Но я у многих блогеров подслушала такой совет, что яркие помады можно наносить на восточный манер, вбивая только пальчиками пальцев их в губы. Вот он еще, оттенок попи. Ну, я более так интенсивно пользовалась, думала, что он у меня закончится. Тут, видите, совсем чуть-чуть осталось его, но нет. Это оттенки, которые нужно использовать в основном в летнее время года, потому что они такие яркие. Так, так же не пошло у меня как-то... Ну, уже перехожу не к полупустышкам, а к тому, что не израсходовалось. Давайте уже с помадами закончим. Так, так же у меня не пошло как бы дело с вот этой помадой от Essence. Тоже она такой вариант, который уже не выпускается, наверное. Тут уже даже и этикетка не сохранилась. Давно она у меня в коллекции живет, эта помадка. И я думала, что мы с ней попрощаемся, но не получилось. Так же не получилось попрощаться у меня с помадами от Clinique. Они очень яркие. Я, конечно, сделала ошибку, что взяла их в проект. Это 51-й оттенок Made Plum. Это такой синий... Ой, даже не синий, а какой-то вот такой вот фиолетовый. Как правильно сказать на такой оттенок? Ну да, сливовый, конечно, он сливовым является, но как-то его можно по-другому тоже назвать. Так, затем тоже вот такая вот помада от Clinique оттенок 0-3. Creamy Nude. Я ее брала для того, чтобы смешивать с вот этими яркими помадами. Но тоже не пошло. Надо мне что-то... Ну, конечно, в Project Pen новые продукты лучше не брать, потому что... Ну, мала вероятность того, что они закончатся. И, конечно, лучше не брать продукты, которые... Вы видите, что они не пойдут, непрактичные, скажем так. Так, 46-й оттенок Made Mandarin. Но это все из travel-палетки, которую я покупала в аэропорту. Вот почему-то мне захотелось эти оттенки взять от Clinique, поэтому я и прикупила в свое время когда-то эту палеточку, вернее, коробочку с вот этими вот оттенками. Итак, последний, 45-й Made Crimson. Это более такой яркий оттенок. Но тут просто, ну, неносибельные оттенки. Хотя на коробочке вот там она стоит. Не знаю, вот я сейчас уберу вот эту вот палетку. Видите? Стоит и как бы там... Ну да, яркий. Я одну, кстати, родственнице своей подарила одну помадку. Она с удовольствием ее использовала. Она в Москве живет. Ну, как бы в Москве можно такими помадами пользоваться. А у нас здесь, к сожалению, не очень. Ну, вот эти помады как бы будут на вас смотреться. Яркие. Так, и последняя, по-моему, помада, которую... Нет, предпоследняя, которую я взяла. Эта помада была от Maybelline. То же самое не пошла она у меня. Не знаю даже, почему я ее взяла. Она никакая не полупустышка у меня тут была. Вот, очень хороший такой смородиновый запах у этой помады. Оттенок очень красивый. И последняя помада. Это помада-бальзам от Guerlain. 003 оттеночек. Я тут сложно как бы почитать название. Ну, я ее умышленно, знаете, не использовала. Потому что вообще как бы... Так вот она выглядит красиво. Почему умышленно не использовала? Потому что хотела, чтобы она у меня осталась в коллекции от Guerlain. Потому что у меня мало что есть от косметики Guerlain в коллекции. Так, ну и последнее, что хочу вам показать. Это продукты, которые остались, так сказать, неиспользованными. Давайте, наверное, начну с вот этой вот бронзирующей пудры от Isadora. На самом деле это самые настоящие румяна. В оттенке 45. Highlight 10. Вот так они выглядят. Я ими пользовалась летом. Причем очень активно. Но тут даже донышко не появилось. И пользовалась я в основном как, конечно, румяшки. Для меня такой оттенок пудры... Ну, не приемлем я белокожая. Поэтому это не мое. В общем, с этой пудрой не пошло. Также не пошло с пудрой с вот этой. Я ее вообще не поняла. От Essence You Better Work. Фиксирующая пудра. Я пробовала ею фиксировать макияж. Но какая-то несуразица на лице получается. Что-то белое. Я не знаю. Мне кажется, мне надо ее как-то выбрасывать. Если... Или у других блогеров посмотреть, как использовать такие продукты. Но я и так, и так пользовалась этой пудрой. И ничего хорошего у меня на лице не получалось. В принципе, чего фиксировать, если особо у меня макияж на лице никуда не сползает, никуда не девается. Также, как бы, каша не сварилась вот этой вот палеткой от Essence Night Club. Старая серия. 0,4 оттенок Already Midnight. Давайте протестирую ее. Хорошо. Очень хорошо, потому что мне нравятся все оттенки, которые здесь есть. И с ними очень красивые Smoky Eyes получаются. Вот они такие красивые. Вот эти, кстати, тени держатся очень хорошо. В отличие от палетки, палетки от Maybelline. Вот эти неплохо держатся. Особенно на базе, на карандаше. Вот у Essence как-то у них варьируют, варьируют палетки, то хорошая такая стойкость, то не очень. Потом выпустят опять нормальные, потом опять не очень. Ну, это вот такая вот классическая Smoky Eyes вечерняя палетка. Продолжит она у меня быть в использовании, ну, в моей коллекции. Теперь я как-то раньше, знаете, избегала слова коллекции. Сейчас она мне даже понравилась. А почему бы и не назвать действительно все свои вот продукты коллекционными. Потому что коллекция, это не значит, что мы просто вот собираем и смотрим на все это, любуемся, коллекционируем. Ну, это не совсем так не относится ко мне, к другим блогерам, которые любят косметику. Это все-таки, знаете, относится к... Ну, вот это вот слово запуталось я уже и забыла, честно говоря, что хотела сказать. Ну, в общем, хотела сказать, что уже не стала бояться я так слова коллекции. Потому что раньше, вот что хотела сказать, раньше я считала, что если коллекция, то мы ее не пользуемся. Но я очень активно пользуюсь всем тем, что вам показываю регулярно. И следующий продукт, который я поиспользовала неплохо, можно сказать, но не до донышек каких-то, это палетка от Lancome, дорожная палетка. Мне несколько раз писали, Татьяна, вот тут хорошие даже, видите, углубления появились. Не берите люксовые продукты в Project Pen. Ну, как-то жалко. Особенно вот дорожные варианты. Ну, потом я тоже, знаете, согласилась с вот этими вот пожеланиями. И в следующий Project Pen я люксового ничего не возьму. Хотя, кто его знает, может быть, и захочу чего-то взять. Так, ну, здесь больше у меня ничего не использовалось. Здесь я люблю действительно эту палетку брать с собой в поездки, потому что ее, знаете, как бы так очень удобно положить в сумочку, в чемодан. Она много места не занимает. Вот, и плюс здесь пристегивается, можно менять вариант вот такой вот, то я вам показала. Ночной вариант, а вот это вот дневной вариант. Тоже думала, блески закончатся, но не закончились. Так, и здесь вот в этом, во втором дневном варианте еще более красивые оттеночки. Вот они. Вот так смотрится красиво. Давно я никуда не ездила. Не знаю даже, что за ситуация с косметикой в аэропортах. Появилось что-то новое. Появились ли какие-то лимитки. Но оно, может быть, даже и к лучшему. Надо поиспользовать то, что есть. А потом уже, как бы, ну, чего-то приобретать нового. Так. Ну, что еще? Как-то не очень логично. Я вам показываю. Перехожу с одного на другое. Ну, да ладно. Затем у меня не пошли вот эти вот хайлайтеры от тройка. Вот такая вот хайлайтеров от H&M. Брать я их в следующий... Они у меня второй год уже в Project Pen. Брать я их в Project Pen в следующий не буду. Пусть, как бы, живут у меня. Потому что они неплохие. Я просто поняла для себя, что я не очень люблю жидкие хайлайтеры. Я все-таки люблю сухие продукты. А вот эти вот крема... Даже они не жидкие, а кремообразные. Так. Ну, вот это то, что я вам показала. Это оттенок Pink. Кстати, эти хайлайтеры я видела у нас в продаже. Продаются. Поэтому ну, у кого есть доступ к косметике H&M, если захотите купить, то вот я вам демонстрирую следующий оттенок Bruns. Они не пересыхают. Такие вот, знаете, не капризные очень. Ну, вот это просто я не люблю. Я для себя сделала вывод, что не люблю вот такого вот плана хайлайтер. Такие продукты. Так. И последний хайлайтер. Это хайлайтер от тоже у H&M. Оттенок Gold. Золотистый такой. Вот так вот он смотрится. Пусть будут. Буду пользоваться ими в летнее время. Советовали мне и на лопатки наносить. Но мне такая идея не очень нравится, потому что одежда будет пачкаться. Поэтому как бы не для меня. Также еще не израсходовала. И вообще даже не знаю, зачем брала консилер под глаза от Lumine. Вообще даже его не использовала. а также сейчас использую три туши. Вот они у меня самые разнообразные. Первая тушь от Shiseido миниатюрка. Она мне не понравилась. Я вам уже говорила о своих разочарованиях. Но она неплохая. Такая вот кисточка здесь довольно-таки крупная. Но вот не мое. Такая вот здесь информация. черный пульс. Black Pulse. Название такое. Затем вот такая тушь от Essence. Она действительно пахнет кокосом. Здесь вот кокос нарисован. Хорошая тушь, но если, например, идет дождь или снег, эта тушь отпечатывается у вас на глазках. И Shiseido кстати отпечатывается. Shiseido еще и осыпается. А вот эта тушь беспроблемная от Lumine. Она дает красивые реснички. И она хорошо держится на глазках в любую погоду. Nordic Chic. Давайте покажу вам кисточку. Сейчас я пользуюсь этими тушами. И, конечно, я в Project Pen их не буду брать в следующий. Они у меня как бы будут просто в использовании. А может быть и возьму. Не знаю. Ну и последнее, что остается. Это вот такой карандаш от L'Oreal. Тоже не воспользовалась им. Оттенок вот. Это у меня последнее, что остается из тех карандашей, которые когда-то выпускал L'Oreal. 211. Ладно, я не буду показывать оттенок особо, потому что все равно не увидишь. Остается у меня также вот такой карандаш от Kiko огрызок. Тоже ему 100 лет в обед. Еще с Италии. В Италии я уже больше 10 лет не была. Но я почему не пользуюсь им, потому что у меня практически нет коричневых помад. И самый-самый последний продукт. Это тоже довольно-таки давношний продукт от Evroche. лимитированная серия была у Evroche. Это такой красивый лайнер. Тоже думала, что он закончится у меня. Но нет. Такой вот он бирюзовый. Красивый. Я пользовалась им летом. Ну вот. Не закончила. Все. Вот он мой Project Pen. Я уже собрала новый Project Pen. Осталось мне там кое-что так сказать добавить. и уже скоро покажу вам его то, чем собираюсь пользоваться. Наверное, уже на следующей неделе. Вам всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень-очень скоро. И всем пока. Еще раз покажу вам сводчи свои. Всем пока.